Рокетлига делится на несколько аспектов. Кто-то любит трайхардить и зависать в ранг, где-то набивая себе звание Великого Баклажана. Кто-то умеет трагедиться и не за деле может накопить себе на новый ПК. Так как я месяц ищу того, кто мог бы затрагивать мне одну вещь. А я, будучи полным дном во всех вышеупомянутых аспектах, занял, пожалуй, нишу из них, которая развита в игре по минимуму. Так вот, если вы по какой-то причине идёте по такому же пути, что и я, то сворачивайте быстрее, то делать нечего. То готовьтесь видеть туториал, как из игры экспортировать модели со всеми текстурами. С самым кастельным способом. Я только так умею. С вами SkyCrystal, вы на канале SKLive. Мы начинаем. Итак, для начала скажу, что это работает только на ПК-версии. Неважно, Steam это или Epic. Вам понадобятся две программы, об одной из которых вы уж точно ничего и никогда не слышали. За место в неё вполне мог быть... За место в неё вполне мог быть 3... Вполне... За место в неё вполне мог быть 3ds Max. Ну знаете, мне его впадло устанавливать, да и этот способ вполне работает. Так что продолжим. Открываем браузер, вбиваем Ninja Reaper, качаем последнюю версию и после распаковки смело открываем. Здесь мы вводим путь к файлу Rocket League, который находится здесь. Смотря где установлена у вас игра. Здесь мы устанавливаем заранее осознанную папку вывода файлов. Ставим галочку, жмём настройки, устанавливаем и запоминаем сложнейшую комбинацию клавиш. Жмём ОК. Важно. Здесь выбираем D3, D9 в раппер и после запускаем игру. Дальше на ваше усмотрение. Если вам нужен октан с колёсами Криштиана, то ставим октан с этими колёсами. Нет нужных вещей. На помощь идёт заранее установленный Buckets Mode. Он должен работать. Важно, что машину не получится поменять. Если у вас её нет, то придётся таксовать в матчах. Либо попросить друга напялить нужную вам машину. Далее жмём ту комбинацию и игра должна уйти в Астрал и зависит секунд на 5. Сейчас программа собирает все модели, которые есть на сцене в данный момент. И пакует в одну папку. Вот такая мусорка у нас получилась. Вновь открываем браузер, ищем программу Noisys и скачиваем её. Затем по ссылке в описании качаем плагин. Я обещал, что будет косты. И... Здесь мы ищем папку с рипнутыми файлами, и теперь можно потыкаться среди всех файлов, что у нас есть. Сначала идут 3D объекты, затем текстуры. Как правило, самые веситые файлы это машина и колёса. А в текстурах придётся поплавать. И иногда нужно прожать пару раз эту кнопку. Тогда они будут отображаться корректно. И наконец, каждый необходимый файл мы отдельно экспортируем. Формат можно не менять. Но всегда указывайте папку вывода. Это нужно... А, это нодно, но недолго. Вот и всё. Жмите кнопку в подписке, если хотите увидеть следующий туториал о том, как фигануть сцену в блендере со всеми текстурами. Ставьте лайки, поддерживайте денежки, если хотите. Спасибо, Ваня, за 50 рублей. Увидимся в следующем.